Интеллектуальная игра «Инфогалактика» проводится в школе «Сад номер один» уже в пятый раз. Традиционно участвуют в викторине ученики третьих и четвертых классов. Если раньше задания для школьников были одинаковыми, то в этом году группы решили разделить. Задания «Инфогалактики» построены таким образом, чтобы ребенок третьего класса смог вместе с героями пройти эту игру, найти правильные решения. Данная игра дает возможность ответить на вопросы по темам алгоритмики, множеств, построения графов, а также разгадать ребусы на кодирование информации и преобразование информации. Третьи классники справились с заданиями с завидной легкостью, хотя некоторые вопросы могут поставить в тупик и взрослого человека. К примеру, определить нужное оборудование или преобразовать слово в символы и наоборот раскодировать его. Мне нравится изучать всякие программы, смотреть видео о космосе. Если бывает время, то могу минуту или две поиграть в что-нибудь. Мне нравится еще там, потому что мы за компьютером сидим и у нас там такая программа есть, мир информатики, и мы там выполняем задания. По образовательным стандартам учащиеся уже в 9 лет должны знать, как устроен компьютер. Хотя в современном мире осваивать сложную технику дети начинают намного раньше. Современные дети знакомятся с компьютером еще в дошкольном возрасте, дома играют, смотрят мультфильмы. Но уже во втором классе начальной школы знакомятся с устройством компьютера и решают задачи. Итоги инфогалактики будут подведены через неделю. К слову, ученики школы сада номер один всегда достойно представляют свое учреждение и занимают призовые места. Испытания для третьеклассников закончены. А уже в четверг, 28 ноября, в школе номер 6, свои знания по информатике покажут ученики четвертых классов. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин, Местное время.